Доброго дня! Желаем всем тем, кто смотрит телеканал Самарги. С вами Юлия Черняева и это программа «Универсальный формат». Что ж, разные темы мы всегда рады поднимать здесь в студии и с большим удовольствием. Всегда рады приглашать самых интересных, необычных гостей. И здорово, что к нам из разных стран приезжают те люди, которые, может быть, что-то удивительное, невероятное, а может быть, даже общественно значимое творят здесь, в нашей области. И об этом мы сегодня будем рассказывать. Так, немножечко приоткрою завесу нашей сегодняшней темы. Тема у нас звучит не иначе, как чтецы благородного Корана. Кто эти люди, для чего они приехали в нашу область, с какой такой миссией и что, собственно, делали здесь, на нашей Самарской земле, мы узнаем уже совсем скоро. Ну, а у нас на календаре 17 июля. И для всех тех, кто знает такие замечательные слова, как «Ураза», «Байрам» или «Священный месяц», «Рамазан», я думаю, они уже догадались немножечко, о чем сегодня пойдет речь. Я же предлагаю немного обратиться к архивным нашим видеозаписям и посмотреть сюжет с прошлого года. И потом обязательно вернемся в студию и будем знакомиться с нашими гостями. Этого дня верующие ждали целый месяц. Во время Рамадана мусульмане обязаны были соблюдать строжайший пост. Никакой еды, питья от восхода до заката солнца. Ограничение закончилось после сегодняшнего утреннего праздничного намаза. Дай Бог всему народу, чтобы наши мусульманы, чтобы всегда, даже наши поколения, чтобы это продолжали, чтобы не забыли, что они мусульманы, чтобы в «Ураза» доезжали, как могли. Ураза-Байрам – один из главных мусульманских праздников, который отмечается с 624 года. По преданию, именно в этот день пророку Мухаммеду были неспосланы первые строки Корана. Как говорят верующие, этот праздник – самый дорогой сердцу. В человеке просыпаются такие чувства, как милосердие, сострадание, радость в сердцах от того, что Всевышний дал возможность нам с честью выполнить предписание его. Мы в течение месяца постелись, странились всего запретного и надеемся, что Всевышний простил наши прегрешения, принял наши деяния. Мусульман с праздником поздравил временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников. Он отметил, в Самарской губернии проживают представители более ста национальностей. Сотни лет они живут в мире, помогая друг другу, делая добрые дела в отношении друг друга. Мы базируемся на истинных ценностях традиционного ислама, традиционного православия. Базируемся на ценностях, которые нам передают наши предки. Праздник Ураза продлится три дня. По традиции, в течение всего этого времени принято накрывать богатый стол, приглашать родственников, друзей, соседей и раздавать угощения бедным. Что ж, тема нашей сегодняшней программы – чтецы благородного Корана. Я с большим удовольствием представляю вам наших гостей. Это президент Самарского областного татарского общества Тугантель Ильяс Шакуров. Имам исторической мечети города Самары – Наиль Хазрят Бектаев. И наши гости из Турции – Зульфикар Имас и Хуршит Асташ. Илья Сгумерыч, вам слово по традиции. Действительно, знаковое, важное событие произошло на этой неделе. Гости приехали с хорошими целями, с миссиями. Расскажите, кому, может быть, пришла в голову эта мысль пригласить. И, собственно, так вот случилось, что гости пробули у нас достаточное количество времени. И они очень интересные, важные дела делали. Знаете, ну, наверное, все подозревают, что мусульманская умма и мусульманская община Самарского области не единственная на планете Земля. И, конечно же, ислам и мусульманские традиции, мусульманская школа чтения Корана, о чем вы сейчас говорили, это наиболее развито, наиболее продвинуто, наиболее, может быть, глубоко укоренили, сохранились. То есть это исконно мусульманских странах, где само государство уже живет по законам ислама, где даже законов других не было некоторое время, пока только законы шариата действовали. Это Турция, наша, как бы, метрополия в плане, по крайней мере, что это главное государство турецкой семьи языков. И мы, конечно же, ориентированы на это государство в плане сохранения своих языковых традиций и культуры. И то, что пятый год уже в нашу Самарскую область прибывают знадоки Корана, Коран Хафизы из Турецкой республики, они каждый год приезжают разно и присутствуют на праздничных молебнах, на намазах, учат наших жителей, наших мусульман правильному чтению Корана, бывает с проповедями. Они в этом году были четверо, они в Тольятти, в Сызрани, в Самаре двое были, ходили по мечетям, встречались с прихожанами, ездили с познавателями цели в нашу российскую столицу, в Казань они ездили, в российскую столицу татар, я имею в виду. Они были в Сызрани на кладбище военнополинах Турков, которые когда-то здесь оказались и были в воле суть похоронены на Сызрском кладбище. И то, что они здесь, для нас, безусловно, большая радость, потому что пятый год, то есть мы себя чувствуем непокинутыми нашей мусульманской умы, непокинутыми нашей турецкоязычной семьей и группой языков, потому что это общность и культур, и традиций, и языка. И, конечно же, то, что в Турции развито телевидение на турецком языке, турецкое радио, турецкое книгопечатание, издательское дело. И вот мы когда-то, вот мы с Наилем Хазратом были в 19-м году в Турции, мы ездили как раз в благотворительные фонды, которые помогают не только мусульманам, не только туркам, а всем народам Турецкой республики. Благотворительные фонды именно для студентов, которые помогают студентам, дают жилье, кормят их и помогают получать, способствуют процессы получения образования, тем самым они участвуют в образовательном процессе. И много других проектов, которые ведут и осуществляют ВАК-фонды. Поэтому тема для взаимоотношений, для сотрудничества, перенимания опыта, насколько я знаю, наши турецкие гости тоже, они очень впечатлены тем, что они не предполагали, что мусульманская умма Самария, Самарской области, вот настолько они, и соборная мечеть у нас имеет место, и историческая мечеть реконструируется, которая, я думаю, надеюсь, с Божьей помощью и помощью государства все-таки будет реконструирована уже в самое ближайшее время. И есть несколько других мечетей. Да, они понимают, что мечети, насколько я помню, в Стамбуле больше трех тысяч мечетей. Но это мусульманская страна, мусульманское государство. В Самаре у нас пять-шесть мечетей. И, конечно же, праздник сегодня состоялся 17 июля, и потом будут другие мусульманские праздники. К сожалению, места уже около мечети для всех молящих, для всех страждущих уже не хватает. Поэтому наше отчаяние, наше обращение к государству, к областным властям, все-таки позволит нам построить еще мечети. Опять же, мы знаем, что очень хорошо, успешно работает духовный просветитель Центра православной епархии Самарской области. Насколько я знаю, сейчас идет работа по активизации деятельности регионального духовного управления мусульман Самарской области именно тоже в этом направлении. Чтобы был исламский духовный просветитель Центр, который будет помогать и государству, и меценаты, и общественность. И эта деятельность, она всегда, ни одна религия не учит убивать людей. Все религии учат миру, добру, добрососедству. И поэтому то, что гости наши приехали, они нам рассказывают здесь, как живут мусульмане в Турции и в других странах, где они бывали. А приедут в Турцию, обязательно расскажут, как же живут мусульмане в Самарской области. Какая здесь красивая мечеть, какие здесь хорошие, добрые люди, какой здесь интересная природа, большая и великая река Волга. То есть это настолько разнопланово, что я думаю, что тема ни одной передачи, даже раскрытие туристского потенциала Самарской области, это опять же в их руках, в их устах. Они приедут, если они пойдут на каждый, каждый пойдет на какой-то один телеканал, там региональный, республиканский, они скажут, да, Самара. Потому что была передача, турецкая телевидение снимала одну очень интересную передачу про Самару. К сожалению, там про Самару в общем показали, но вот жизнь мусульманской общины и татарской общины Самарской области показывала, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот мы как раз этот фильм передадим, чтобы они, может быть, тоже поправили, сказали, да, вы не все рассказали про Самару, там еще можно говорить у нее вот столько, вот столько, вот столько, вот про это, про это, про это. Я думаю, что поэтому мы, когда вот я узнал, что, ну я знал, что они приезжали, но вот мысль такая, что их надо обязательно на телевидение пригласить и позволить, дать, позволить, дать увидеть их всем жителям Самарской области, потому что это наши гости, правильно, Самарской земли. Поэтому я думаю, что гостеприимство, оно присуще не только татарам, но и всем жителям Самарской губернии, Самарской области. Поэтому мы с удовольствием представляем наших гостей, гостей всех Самарской губернии, чтобы посмотрели, повидали их, может быть, задали какие-то вопросы. Вам спасибо. Да, да, ну, большое спасибо всем тем, кто сегодня действительно пришел здесь. А, Нальхазрат, ну, вы-то знаете, откуда татарский, арабский язык, в смысле татарский, турецкий, прошу прощения, язык, откуда такие знания? Ну, во-первых, получил образование в Турецкой Республике, заканчивал и среднее, и высшее образование там, можно сказать, турецкий язык уже вторым родным является. Ну, во-вторых, похоже, языки татарские и турецкие, они к общей тюркской группе относятся. И, как бы, раньше, где-то 3-4 поколения назад наши предки спокойно общались на татарском и турецком языках, то есть могли бы понимать друг друга. Ну, я хотела бы, наверное, чтобы вы спросили у наших гостей, их впечатления о Самаре первый раз, они или нет. Какие, об Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Красивые люди в нем живут. Видать, красота природы и на людей это отразилось. Очень такие хорошие отношения получились с нашими здесь и братьями-единоверцами, также и с самарскими людьми. Конечно, языковой барьер хотя и был. Первые, кто нам близкие по языку, это азербайджанцы, потом узбеки, потом татары. Но все равно даже языковой барьер для нас не преграда была. Мы даже языками, жестами пытались, понимали друг друга. И даже не то, что уже посмотрев в глаза друг друга, мы уже начинаем понимать друг друга. Очень такой незабываемый рамазан, совсем какой-то отличающий от Турции рамазан. И благодарен Всевышнему за то, что он мне дал такую возможность здесь побывать вместе с вами, прожить этот месяц. Вот как оказывается. Ну, у меня есть информация о том, что, значит, в течение месяца турецкие коллеги помогали имамам соборной исторической мечети города Самара, Тольятти, Сызрани в проведении ночных молитв. Также прочли наизусть полностью священную книгу мусульман. Хатан Корана, так называемый. Это как встретили люди, обычные ваши друзья, родные, близкие? Ну, конечно. Огромную благодарность хотелось бы выразить и Управлению по делам религии Турецкой Республики. Они уже пятый год нам в Самару посылают в помощь. Лучших из лучших? Получается, лучших из лучших. То есть, плохих еще не было до этого, потому что люди, не отрываясь сразу наизусть прочитать это 300 страниц, а 600 страниц освященного Курана, это очень не каждому дано. И, во-первых, у Курана свое чтение, свои интонации есть, очень свои тонкости есть. То есть, вплоть до всех тонкостей знающие люди, профессионалы своего дела приехали. И народ, конечно, в первое время, конечно, было в диковинку. Как человек, столько информации, столько можно читать. Сейчас уже как-то более хорошим, быстро же привыкаешь. Народ уже начал так присматриваться, уже чуть-чуть, даже, можно сказать, придирчиво относиться, те лучшие. Не, ну, никогда как бы такого не было, но уже народ очень ждет. Каждый год ждет, потому что готовится к этому. Мы будем вместе все эти молитвы вместе совершать, потому что месяц Рамазан такой благоприятный месяц. И не только месяц паста, как говорится, голода, также это гостеприимство, это вечером и в гости каждый на разговоре не зовут, и чтение Курана, потому что один из причин месяца Рамазана быть святым, это именно священное писание мусульман в этот месяц начало неспосылаться. И не только чтение Курана на арабском, это стараться понять, воплотить священное писание в свою жизнь, самая главная наша цель. И вот наши коллеги, как бы сказать, нам в этом очень хорошо помогают за то, что им огромная благодарность. У меня такой вопрос. Какими же качествами нужно обладать? Столько информации запомнить? Такая тренировка или что-то еще? Откуда такие навыки, откуда такие умения у наших гостей? У наших гостей, можно сказать, откуда такие навыки? С детства? Я, быть не скромным, я тоже являюсь как бы Хафизом Курана, знаю, что это поранно изучить. Есть люди, которые более информацией владеют, не стоит удивляться, те же артисты. Те, что вы исполняющие арию в опере, люди, там колоссальная информация в голове хранятся, академики, профессоры есть. То есть, каждый, если человек, чему посвящает себя, какому делу, искренне верит в нее и является терпелив, то он становится успешным в любом деле. Это как бы мудрость, которую передавалась нам от предков. Самое главное, что вера в успех, быть терпеливым и быть усердным, прилижным в любой работе, получается любое дело. Также это следует удовольствие. Думаю, мы тоже слушали этот хохо, тренировали 거기, они снова были, мы еще бы совершали, когда хохо, три годы после пяти лет есть, жизненность в пятидесят после пятидесят, где-то в пятидесят после пятидесят, а потом мы дали свои шоу, но это было бы не так, потому что я только хочу. И, если это произойдёт, как учебный, учебный и учебный, дляыдущих в пятидесят, так мы нашим наше основание пересекает время иде weapons. Например, и ваше просмотре, и еще раз мы на земле обещались с нами, мы проводим логично и взаимный четырьмя помещается над нами. Мы научимся для этого, И, выходит наше имя, мы сейчас не будем. В этом мире мы начали с этим похожаться на земле. awak кажется, как у него With a lowиз, у него есть, как у него это будет возможностей, наверное, есть время немного найти, когда-то еще саневшим前, Заман 1-5 сентября, это эзбер сюре. В маленьких годах, конечно, это гораздо быстрее и практике. Мы работаем так, как мы делаем это. То есть, мы продолжаем себя повторять, мы продолжаем себя повторять друг друга. Особенно на своем опыте я, как бы сказать, изученный Куран начинается в более раннем возрасте, в таком детском возрасте я в 11 лет начал учить. В 14. закончил, за 3 года выучил Куран. Но обучение Курана на этом не останавливается, там просто дается диплом, дается благословение линии твоего наставника. Основное уже обучение начинается после этого, потому что нужно постоянно повторять, нужно постоянно поддерживать себя в форме, в тонусе, постоянно, чтобы кто-то тебя слушал. И вот в месяц Рамазан, в другие времена, мы стараемся, чтобы народ нас постоянно слушал. Навыки не терять, да? Навыки не терять, и постоянно, и в намазах, и в других молитвах мы стараемся постоянно Куран перечитывать. Хотя бы раз в год по несколько раз перечитываем. Афызлык, Алла-у-Тааля'nın беннимети, Куран'ın başlı başına bir муцизе. Куран'ın başlı başına, hiç bir kitab kolay kolay ezberlenmezken, Kur'an-ı Kerim ezberleniyor. Ama bunda muhafaza etmek için, sürekli tekrar etmek zorundasın. Sürekli tekrar etler, hafızan yenileniyor, ve kalıcı olarak kalıyor. Ama kapatır, uzaklaşırsan, çabuk unutslam yakın. Ve Kur'an, Ve Kur'an'ın kiran'ın языке учить это все но любое дело все что угодно можно выучить но то что не повторяешь это быстро забывается надо как обратно повторять в том числе себя поддерживать форме поддерживать постоянно повторять это все у нас есть такое как бы выражение если человек смотрит на коран по коран будет смотреть на него если отвернется от коран то кран отвернется от него здорово ну в принципе я думаю что на этой прекрасной ноте на этой чудесной фразе можно завершить нашу первую часть впереди у нас также гости которые побывали не других городах в сезоне в тольятти познакомились с местной культурой пообщались с теми людьми кто тоже был неравнодушных послушал в общем совсем скоро мы окажемся здесь в студии и обязательно познакомимся с другими нашими турецкими гостями вам же большое спасибо ну а вы не переключайтесь мы тоже благодарим вас за то что вам дали такую прекрасную возможность и даже ему самарском народу выражаем благодарность всех поздравляем с наступающим праздниками если биза сна араджелин за битун самара халкана и дырья даки битуме с ума на сенен байрана на ухудли юрус ядер араджел дни сезаре еще те шекер и дюрум и мы также хотелось бы высказать огромную благодарность вам за то что вы предоставили нам прекрасную возможность и благодаря вам то есть посредством через вас мы хотели бы поздравить всех правоверных мусульман с наступающим праздником спасибо ну что друзья совсем скоро будет у нас еще много чего интересного не переключайтесь сейчас кэш тоже технологии а без технологии никак кэш без компьютер телефонов как же там технологии ты же а чё другой пляж такой же купаться можно и телефон в кармане хорошо конец девятнадцатый начал двадцатого а почему чем вас это время привлекать не знаю тогда было поле для творчества сейчас все уже есть все изобретено а тогда было поле для творчества не знаю мне это время нравится наше а чем чем но тем что у меня все хорошо в семье самое главное что это семья поэтому то есть а романтика средних веков вас не привлекает нет там было тоже много жестокости сожалению человечество ничему не научилась жестокость была во все времена и в те времена и сейчас много жестокости поэтому выбирать не из чего надо радоваться тому что сейчас есть если не ассоциирую с другим временем просто как-то так сложилось так сказать но если честно я не задумывался над этим вопросом никогда у меня сейчас все устраивает до разбада советского союза потому что было жить там намного проще я даже не знаю вроде бы ничего не было и в то же время у всех все было было работа была какая-то стабильность было что-то такое основательное в жизни знали что семья работа ну вот как бы вот вот на этом все и держался во времена петра великого а почему ну потому что был петр великий зачем вот он вам так близок но на киркоров похож это универсальный формат с вами юлия черняева по-прежнему здесь мы приветствуем нашей студии турецких гостей тема нашего эфира чтецы благородного корана и я представляю наших гостей с нами здесь по прежнему президент самарского областного татарского общества тугантель ильяс шакуров имам исторической мечети города самара наиль хазрат биктаев и к нам присоединились наши гости из турции с нами здесь силмаз барлас здравствуйте и мустафа тургут здравствуйте ну наверное может быть для тех кто не совсем понимает может быть о чем мы говорим чуть-чуть исторического такого момента может быть правил поста и вообще в чем может быть заключается смысл потому что хочется узнать хочется все-таки побольше как-то оперировать какими-то фактами чтобы вдруг где-то поддержать разговоры никогда не поздно чему-то научиться что-то новое узнать ну цель поста священном писании говорится что о те кто уверовали обращаясь к верующим людям всевышний господь говорит что вам был предписан пост у раза так как был предписан тем поколением которые были до вас уже как известно о всех религиях что будьте ида иудаизм христианство буддизм есть свои определенные посты это как бы не только тренировки это ради всевышнего бога отказываться от чего-либо в исламе поза включается от воздержания от употребления пищи воды на протяжении светлых времен суток от рассвета до заката также воздержится от других можно сказать интимных отношений супругами между супругами но цель поста не сколько физически сколько морально и духовно развить себя потому что во время поста также не разрешается и злословить и сквернословить и пустословие говорит что-то плохое думать о плохом то есть цель поста натренировать человека чтобы и в другое время как бы как постящий бы относился никому плохого не говорил в рамках держать потому что определенное время вы можете в рамках держать почему в другое время не держать также расслабляетесь да также на примере личной жажды и голода познать состояние других нуждающих людей потому что в конце конец месяца рамазана ознаменуется специальная садака подаяния фитр дает это в размере дневного рационного питания в помощь нуждающих людей в этом году в размере 80 рублей это минимальная исходя из трех килограмма муки дается минимальная в среднем 500 рублей дается милостыня специальная также познать дары всевышнего потому что на самом деле мы сейчас живем в такое обильное время то что что хотим то можем приобрести и порой даже не знаем не ценим куска хлеба не глотка воды как на самом деле как все это достается трудно потому что раньше наши предки старшее поколение такого изобилия не видела и соблазнов таких да соблазнов и на самом деле благодарить господа за то что ну за великие дары но самая главная цель поставить это достигнуть богобоязненности потому что именно когда голодный человек и жаждущий он уже более осмысливается смиренным становится о ценностях этой жизни и особенно то не тянет на грехованные дела в этот момент человека ну наверно сейчас хочется еще и у наших гостей спросить свои впечатления о пребывании в Сызрани в Тольятти с кого начнем ну с Тольятти наверное с близко что вы хотя бы сезин рамазан из лям неренес Тольятти до нас рамазан из гечты с улья бель изначально хотелось бы вас поблагодарить за ваше приглашение да и Продолжение следует, Дилизовы, дилы, культуры. Мы сделали один раз, один один мир. Мы сделали один рост, один объект. Дилизовы. Б throwaway, дилет. Работа. Берем теравих. Берем их директор. Берем нашлим общей части. Русские субтитры в Тольятти сразу очень так горячо приняли. Конечно, очень такой необычный Рамазан для нас был, совсем что-то новое, необычное было для нас, но очень, очень, все хорошо, замечательно прошло, отлично. И очень хотелось бы благодарить наших братьев, потому что даже если мы не понимали друг друга, и наша культура, может, какие-нибудь разные были, но нас объединяла одно, это вера в единого Творца, вот это религиозное братство, мы чувствовали себя не одинокими, не на чужбине, а как будто себя на родине, как будто никуда не уезжали. И вот эта духовная атмосфера, которая во время Рамазана проходила, вместе выставивания, молитвы, ночью и таравих намаза, вместе разговеивались, за одной трапезой вместе сидели, это приглашение, каждый день в различных домах у различных людей новых лиц, видели новые знакомства, это, конечно, необыкновенная, замечательная такая атмосфера была. Хотелось бы поблагодарить итальянских татар за свое гостеприимство, также других представителей других национальностей, также не только татары, не только мусульман и православных соседей, потому что, как видели, все здесь очень замечательно, такой признак хорошего добрососедства, который, примером, бы служил для многих людей. Талиятое, Русиа'ya, ясно-пользуяна, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова